История про время и место и ситуацию, в которой люди могли остановиться и заглянуть в себя. Весь мир немножко сошел с ума. Все начали себе позволять то, что никогда не позволяли. Такое ощущение, что нагло, как будто я снял эту картину о городе, с которым связано все мое счастье и вся моя боль. У меня была такая история именно. Мне было 8 лет, и у меня на корабле сидела женщина, которая меня отвела в каюту и сказала, хочешь посмотреть на голую женщину? Я замолчал, она ушла и вышла голая на секунду. И самое интересное, что я сейчас помню, как она выглядела. КОНЕЦ Начну, наверное, с какой-то творческой составляющей. Почему вдруг решила, что хочу именно в этом проекте сниматься? КОНЕЦ Я работаю вот так, и с атмосферой, которая была создана для всех людей, которые работали в этом проекте. КОНЕЦ 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 Фильм по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Книга незаслуженно незамеченная кинопромышленностью нашей, потому что считается, что это не экранизированная книга. Она очень сложная, это психоаналитическое размышление, поиск. Зощенко искал в своей биографии некий случай, который повлиял на его меланхолию. Это анатомия меланхолии. Ну, мы посмотрели на эту книгу из 21 века, и мы же знаем о судьбе, о судьбе Зощенко больше, чем он знал сам. КОНЕЦ ПОДПИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, если вам смешно в кино или вам грустно, не скрывайте свои эмоции, потому что это единственная вещь, они можно ассоциировать и почувствовать, что происходит. То есть они не говорят на русском языке, так что помогите мне, пожалуйста, чтобы им тоже понравилось. Не скрывайте, если вы хотите сниматься. Мне кажется, это пример кино, автор, который был очень-очень уверен себе, и это удивительно, потому что когда ты снимаешь для фестиваля, когда ты снимаешь для публики, ты наверняка думаешь, что же там тебе потом напишут, что же там люди почувствуют, где они будут смеяться, где они будут плакать. А здесь вот человек, что хотел, то и рассказал. И первый час настолько смешно, искренне, здорово, необычно, весело, что тебе уже не важно, что последние 20 минут творится не пойми что. Очень крутой автор. Я считаю, что появился новый режиссер. То есть я не видел первый фильм. Вот этот фильм говорит о том, что появился новый режиссер, потому что в этом фильме есть то, что мы как зрители любим в фильмах. Есть легкость повествования. Ян Гэй владеет, и я думаю, что мы посмотрим все остальные фильмы, которые ты снимешь. Это чувственный режиссер, а у нас вообще в индустрии не очень много режиссеров, которые работают именно с этой сферой. То есть много актерского кино, много сюжетного кино, а здесь все построено вообще на таких ассоциациях и чувствах. И это очень круто. таксоциациях. 事情 есть тут, поэтому coisaissima... когда вы будете собирать станок в сайте, это оно более легendar и сегодня. . Грин Илифер. Ксения Гve choice. Брин оленджmak. В прошлом фестивале, когда я здесь был два года назад, с турецким седлом, мы когда заявили, что бюджет нашей картины полтора миллиона рублей, следующий продюсер предложил мне два миллиона рублей. У нас картина, она такая очень скромная, ее называют минималистической, учитывая, что у нас снимались возрастные актеры, то это создается впечатление, что она снята на их пенсию. Хороший вас дом. Это дом Ивана Ивановича. А он чего делает? Нефть? А керосина у вас нет. Кажется, самолет Ивана Ивановича заправляется керосином. Ну пожалуйста, просыпайся давай. Мне кажется, очень хорошая картина, одна из лучших, может быть, и лучшая у Юсупа Розыкова. Это притча, конечно же. Ну, напрашивается, что такая актриса должна получить за лучшую женскую роль. Это, может быть, единственное, что может стать препятствием, это то, что это немножко слишком очевидное решение. Я не могу сказать, что мне легко говорить о ней. Она очень хороша. Музыкальное решение может раздражать свои некоторые чрезмерности, но она тоже, безусловно, работает. Но так, конечно, это, что сказать, это наш девичий источник. Стопроцентно это наш Бергман такой. Вот такой он у нас и есть, и жизнь такая. Какое-то пронзительнейшее чувство одиночества и потери, наверное, которые проходят через весь фильм. И вместе с тем в конце появляется какое-то невероятное восхищение этой женщиной, в которой есть эта внутренняя сила все пройти и не распасться на куски. Субтитры создавал DimaTorzok